Привет всем неравнозначным! К свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Samsung Galaxy S6 увидит свет уже в марте 2015. Компания Apple занимается разработкой собственного электромобиля. В сеть попали спецификации первых умных часов от тайваньской компании HTC и многое другое. Ну а далее в программе расскажу о новой мобильной игре под названием «Банды мира» и заодно поведаю о лучшем мессенджере для мобильных устройств. Ну а пожалуй на сладкое на этот раз оставлю спешиал топ 5 устройств, которые изменят мир в 2015 году. Поехали! Ну а начинаем, как и всегда, с новостей из мира высоких технологий за прошедшую неделю. Поехали! Новый Galaxy маячит на горизонте. Компания Samsung представит свой новый флагманский смартфон уже в марте этого года. Новый флагман Galaxy S6 будет представлен не раньше, чем через две недели, однако Samsung уже сейчас решила подогревать интерес публики. Сегодня на YouTube канале компании появился первый дизер смартфона. Ролик южнокорейского производителя оказался весьма малоинформативным, но тем не менее многое о смартфоне известно уже сегодня. Ожидается, что размер экрана Galaxy S6, как и модификации с изогнутым дисплеем S6 Edge, будет равна 5,1 дюйма. Разрешение дисплея 2К. Смартфоны будут построены на однокристальных платформах Exynos собственной разработки Samsung с 64-разрядными процессорами. В конфигурацию смартфонов войдет 3 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти. Также аппарат будет оснащен 20-мегапиксельной матрицей с режимом Pro, который позволит снимать в формате RAW и контролировать скорость затвора. Фронтальная камера получит разрешение 5 Мп. По неподтвержденным данным, стоимость смартфона составит немалых 900 долларов или 45 тысяч рублей в нашей с вами российской валюте. Ждем презентацию смартфона в марте этого года и едем дальше. Дорога в мир авто. На минувшей неделе стало известно, что компания Apple занимается разработкой собственного электромобиля. По сведениям издания Business Insider, ссылающегося на сотрудника в Apple, компания работает над электромобилем собственной конструкции. Как заявил инсайдер, цитата, «Я думаю, что последний проект Apple слишком важен для того, чтобы просто от него отказаться. Он изменит ситуацию на рынке и заставит компанию Tesla призадуматься». Конец цитаты. Ранее сообщалось, что Apple не только работает над технологиями, которые могли бы быть интегрированы в бортовую электронику современных автомобилей, но и активно переманивает в свои ряды специалистов по конструированию четырехколесного транспорта. Источником кадров порой служит все та же Tesla Motors. Однако эксперты рынка сомневаются в том, что у компании хватит ресурсов для того, чтобы превратиться в полноценного игрока на рынке автомобилей. Каких-то конкретных подробностей относительно самого автомобиля пока нет, но тем не менее я бы лично хотел поинтересоваться уже сейчас, а вот вы бы себе купили этот загадочный iCar. Время не ждет. На прошедшей неделе стали известны спецификации первых умных часов от тайваньской компании HTC. По сообщениям СМИ, гаджет получит название Petro и будет совместим с устройствами на базе Android и iOS. Говоря о технических характеристиках, часики получат изогнутый Piolet дисплей с диагональю 1,8 дюйма и разрешением 160 на 32 пикселя, а также процессор собственного производства, поддерживающий работу Bluetooth и GPS модулей. Время автономной работы устройства составит порядка трех дней. При этом вес новинки составит всего 23 грамма, а выпускаться она будет в трех размерах – Small, Medium и Large. Цветовых решений всего два – бирюзовый лайм и черно-серый-синий. Данных о стоимости устройства пока нет. Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше. ТАВЕР ДЕФЕНСЬ Признаюсь честно, вот никогда я особенно не любил всякие там Tower Defense, стратегии и прочие тому подобные проекты. Но вот недавно чисто случайно наткнулся на одну любопытную игру, которая, собрав поединок все вышеперечисленные жанры, таки смогла, причем не на шутку, вовлечь в атмосферу геймплея. Вот именно о ней сейчас и расскажу. Игра Банды Мира представляет собой невероятно увлекательную смесь из нескольких популярных жанров. Тут вам и Tower Defense, и боевая стратегия, приправленные уникальными городскими декорациями, в окружении которых игроку предстоит собрать свою собственную банду и побороться за сферы влияния по всему земному шару. Задачи по отбору территорий и созданию своей собственной криминальной империи здесь выступают в роли первоочередных. Игра представляет собой захватывающий микс из увлекательных одиночных миссий и сетевых битв с другими игроками, а также каких-никаких основ градостроения. Говорить о ней больше смысла не вижу, ибо проект этот в силу специфики жанра оценят определенно далеко не все, но попробовать его, тем не менее, стоит безусловно каждому. Ну хотя бы как убивалку времени. Игра доступна бесплатно на iOS. Мессенджеры в современном мире с каждым днем набирают все большую и большую популярность. И, надо сказать, это совсем не удивительно, ведь это очень быстрый, удобный и, что самое главное, бесплатный способ обмена информацией. Так, наиболее популярными сервисами в России сегодня по-прежнему остаются небезызвестные WhatsApp и Viber, но сегодня мне бы хотелось рассказать еще об одном интересном мессенджере, который, на мой взгляд, является лучшим во всех отношениях. Ну а называется он, кстати, Telegram. Несмотря на то, что разработчиком данного проекта является основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров, тем не менее, ничего общего с ней мессенджер, как ни странно, не имеет. По факту он представляет собой вполне типичное мультиплатформенное решение, отличительной особенностью которого является быстрота и удобство работы, а также защищенность. С помощью данной программы вы сможете не только отправлять сообщения, но и пересылать файлы любого типа, будь то аудиозаписи, фотографии, видео, документы и многое-многое другое. При этом общение возможно со всеми людьми, контакты которых есть в вашей телефонной книге, и которые тоже установили себе данное приложение. По сути, здесь можно даже устраивать групповые чаты с количеством участников до 200 человек. Явным преимуществом мессенджера является использование для хранения данных удаленных серверов, с помощью которых вы получаете доступ к ним с любого устройства, и можете делиться неограниченным количеством фотографий, видео и любых других файлов. Такая распределенная структура позволяет достичь невероятно высокой скорости передачи данных, а также обеспечить устойчивость к сбоям и хакерским атакам. Одной из главных фишек Telegram все же является именно конфиденциальность. В основе проекта лежит специально разработанный протокол, использующий различные технологии шифрования. Telegram кодирует все переписки посредством устойчивых к взлому алгоритмов, а для особых случаев имеется еще и режим секретного чата, который удаляет любое сообщение через выбранный пользователем промежуток времени. Отталкиваясь от собственного опыта, могу сказать, что данный мессенджер действительно является самым быстрым среди себе подобных, поскольку любая информация, будь то фотографии, аудиозаписи и даже сообщения, здесь улетают и приходят мгновенно, причем даже в условиях плохого интернет-соединения, где другие мессенджеры просто умирают. Скачать Telegram можно совершенно бесплатно на свой iOS или Android девайс, а также компьютер Mac. С каждым годом технологии все больше меняют нашу жизнь, делают ее проще, комфортнее и в конечном счете попросту интереснее. Обилие инновационных гаджетов, появление новых товарных категорий и улучшение уже существующих продуктов стали неотъемлемой частью технологического прогресса последних нескольких лет. И тем не менее, самое интересное еще впереди. Сегодня предлагаю вашему вниманию топ-5 гаджетов, которые перевернут IT-индустрию в наступившем 2015-м. Поехали! Пятое место Вот уж кому действительно не впервой выходить на поприще инноваторов, так это компания Apple. Новый продукт в лице долгожданных умных часов Apple Watch обещает стать одной из главных новинок этого года. И, надо сказать, далеко не спроста. Отличительной особенностью гаджета на фоне многочисленных конкурентов, по словам самих представителей Apple, станут широкие возможности кастомизации. Так, выбор размера корпуса или типа ремешка позволит сделать часы максимально персонализированным и по-своему уникальным устройством. Но, само собой, это далеко не единственное преимущество гаджета. Работая в связке с вашим iPhone, устройство не только будет выполнять функцию продвинутого помощника или компаньона, но и полноценного многофункционального гаджета. Apple Watch позволит владельцу пользоваться различными приложениями, навигацией, совершать звонки, отправлять текстовые или голосовые сообщения, слушать музыку и даже управлять своим авто. Apple Watch также смогут с легкостью заменить привычные органы управления для других гаджетов компании. Например, станут пультом для Apple TV или целого умного дома, работающего под управлением HomeKit. Кстати, не забудут часики, позаботятся и о вашем здоровье. Напомнят, что пора отправиться на прогулку, посчитают количество пройденных шагов и сожженных калорий, а также осведомят об уровне сердечного ритма. В общем, круто, ждём с нетерпением. Четвёртое место. OnePlus One стал без малого уникальнейшим смартфоном, сумевшим понаделать знатного шуму на рынке мобильных устройств, благодаря своим топовым характеристикам и смешному ценнику в жалкие 300 долларов. Согласно некоторым данным, вторая итерация смартфона под названием OnePlus 2 поступит в продажу уже в первой половине 2015 года, и несмотря на то, что предыдущие слухи предрекали увеличенную диагональ экрана, выяснилось, что производитель не намерен изменять этот показатель. Правда, стоит признать, что общие размеры устройства всё-таки уменьшатся, а сам экран отныне будет иметь QHD-матрицу. Утверждается, что OnePlus 2 может получить процессор Qualcomm Snapdragon 810, 4 гигабайта оперативной памяти, аккумулятор на 3300 мАч и собственную версию операционной системы OnePlus ROM на базе Android 5.0. Стоимость OnePlus 2 будет стартовать от 435 долларов. Третье место Виртуальную реальность вполне заслуженно можно назвать будущим, ведь применений этой технологии можно найти массу, начиная с индустрии развлечений вроде видеоигр и заканчивая рабочей средой. К слову, первым по-настоящему успешным проектом в этой сфере стал Oculus Rift. Шлем виртуальной реальности, ожидание которого для многих уже почти стало традицией. Каждый год мы ждём его с пеной у рта, и каждый год его релиз откладывается. Будем надеяться, что хотя бы в 2015 году шлем таки дойдёт, наконец, до своего потребителя. Ведь каждый, кто хотя бы раз пробовал эту штуку в действии, знает, насколько она поражает воображение, ведь почувствовать себя частью виртуального мира – поистине непередаваемое ощущение. В общем, 2015-й не подкачай. Второе место. Слухи об увеличенной модели iPad уже давно гуляют по интернету. Как утверждают зарубежные источники, главной особенностью нового яблочного планшета, помимо увеличенной до 13 дюймов диагонали дисплея, станет поддержка сразу двух операционных систем – мобильный iOS и адаптированный под сенсорное управление OS X. Также в комплекте с устройством будет поставляться специальное тактильное электронное пюро, которое будет заряжаться от Lightning кабеля. Ждём необычный гаджет во втором квартале 2015 года. Первое место. Ну и, наконец, лидер нашего топа – самый интересный и амбициозный проект в лице модульного смартфона Project ARA. Пока производители гаджетов соревнуются в выпуске самых тонких и лёгких устройств, компания Google, находясь в стороне от столь бессмысленных игр в догонялке, занимается созданием действительно интересного устройства. По факту это составной смартфон, имеющий в своём арсенале алюминиевую базу, на которую в отдельной секции на задней или передней части с помощью специальных магнитов будут крепиться дисплей, динамик, камера, батарея, процессор и другие модули. Каждая составная часть смартфона будет заменяемой, так что всякие устаревания или проблемы слабых батарей ему точно будут не страшны. Ну что ж, а на этом всё. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, скажу лишь, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока!